Приветствую вас, уважаемые телезрители! На прошедшей неделе, 3 июля, мы, белорусы, отмечали День Республики, День Независимости Республики Беларусь. Нашему народу Бог дал возможность самостоятельно устанавливать свою внутреннюю и внешнюю формулу жизни, основанную на национальных ценностях и представлениях о добре и зле, о счастье и успехе. Это есть несомненное благо и та свобода, к которой стремятся многие народы. Нами она была обретена даром. Под национальным мы подразумеваем то, что свойственно нации, ей принадлежит или выражает ее характер. Обычно самое характерное становится знаковым, символом, которые передают через поколения главный смысл и являются дорожной картой нации. Прежде всего, это национальные символы страны – герб, флаг, гимн. Символично для белорусов и сама дата праздника Дня Независимости. Это освобождение города Минска и фактически всей Белоруссии от оккупации фашистским рейхом. В символе этой даты заложено понимание подлинной свободы. Это свои земля, заводы, школы, храмы. Свои взгляды на жизнь. Они чужие. В то страшное время фашистское, определяющее достойных и недостойных, а сегодня западно-либеральное, стирающее все, что дает возможность человеку самоопределиться. Все вплоть до человеческого пола. Какие символы Белоруссии чаще всего называет обыватель? Василек, Аист, Драники, Слуцкий пояс, Хатынь. Некоторые вспомнят крест Ефросинии Полоцкой, Библию Франциска Скорыны, назовут Национальную библиотеку. Многие отмечают и Всехсвятский храм-памятник. Иногда называя ласково, светлый храм, как духовный символ белорусской нации. Значит, в нашем самосознании сегодня укореняются духовные традиции, которые связывают народ с Богом. Имея такой символ, белорусы воспринимаются другими нациями, как Божий народ. А с кем Бог, у того и сила. А кто с Богом, у того и правда. Мы читаем в Псалтире. Господь не оставит праведников и будет судить Вселенную по правде и совершит суд над народами по правоте. Это 9-й Псалом, 9-й стих. Уместно вспомнить и вторую заповедь и обратить внимание на ее вторую часть. Не сотвори себе кумира, а далее в развитии. Ибо я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, за вину отцов, наказывающих детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Обратите внимание на эти слова. И творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. До тысячи родов. Это 250 лет без малого. Ну вот раздаются голоса. Даже внутри церковные голоса, обвиняющие храм-памятник в национализации православия, в том, что здесь нарочито подчеркнута белорусскость, что именно здесь чаще всего в мероприятиях участвуют главные государственные лица. Однако историческая память – это не прерогатива православия. Память как земля национальна. Она принадлежит всем. И тот момент, что молитва запавших защитников Белой Руси и жертв войн звучит в крипте. Храма звучит сам вона. Это не значит, что православие белорусское. Это значит, что православная вера чтит воинский подвиг. С таким же успехом можно обвинить Морской Свято-Никольский собор в Кронштадте в том, что он ограничивает православие границами русского флота. А вот здесь иначе, наоборот. Этот храм-памятник примеряет белорусов, русских, украинцев и другие народы прахом павших, взятых с братских могил. Этот храм объединяет их и самой верой Христом. В основах социальной концепции Русской Православной Церкви сказано, что Церковь Христова соединяет в себе вселенское начало с национальным. И что христиане имеют право на национальную самобытность, национальное самовыражение, культурные отличия отдельных народов находят свое выражение в литургическом и ином церковном творчестве, в особенности христианского жизнеустроения. Все это создает национальную христианскую культуру. Здесь я процитировал дословно. И храм-памятник собрал ценнейшее культурное и историческое наследие, которое некогда прославило Белую Русь. и через образные художественные средства воплотил в благоустройстве главного храмового пространства, поместив туда и весь собор белорусских святых, которые, к слову, даже русская Православная Церковь чтит сразу на следующий воскресный день после Собора Русских Святых, то есть через Воскресение. Этот же церковный документ прямо указывает, что христианин призван сохранять, сохранять и развивать национальную культуру, народное самосознание. В этой связи мне близки слова праведного Иоанна Кронштадтского. «Люби Отечество земное, оно тебя воспитало, отличило, почтило, всем довольствует, но особенно люби Отечество небесное, то Отечество несравненно дороже этого, потому что оно свято и праведно, нетленно, это Отечество заслужено тебе бесценной кровью Сына Божия, но чтобы быть членами того Отечества, уважай и люби его законы, как ты обязан уважать и уважаешь законы земного Отечества». И скажите, кому, как ни православной церкви, противостоять всякому извращению национального начала, предлагая миру, не побоюсь этого сказать, пример объединения народов в их многогранном разнообразии. Его можно осмыслить и применить в любых масштабах. Так вот, храм-памятник, хранящий историческую правду, выраженную в фактах истории, подкрепленных самыми убедительными свидетельствами прахом павших, препятствуют распространению человеконенавистнического вируса в виде националистических идеологий. Крипта предъявляет борцам-нацистам в качестве аргумента сегодня 200 ниш с землей из братских могил. А это 27 миллионов жертв фашизма и предлагает помолиться о них Богу и остудить жар сердца, а иногда и ненависть в душе. Но ведь есть и другая противоположность, которая нивелирует все национальное. Глобализм. Глобалисты, либералы стирают человеческий тип как таковой и превращают людей в одну покорную массу и используют ее, обещая им сытое довольство на земле без власти мущих, без учителей с их экзаменами, без священников с их божьими заповедями и в итоге без Христа. И в этом плане храм-памятник становится тем столпом, который через культурные коды направляет человека ко Христу, учит служить Отечеству и людям, учит истории и помогает извлекать из нее уроки. А это и есть формирование национальной идентичности. Национальное начало, как и начало личное, индивидуальное, есть святое начало разнообразия и Божьей красоты в этом мире, как разнообразие цветов на лугу, хотя мы знаем, чтобы разные биологические виды сосуществовали, им приходится в этом согрешившем Адамовым грехом мире бороться за выживание, избирать свою тактику приспособления к различным условиям. И мы знаем, что биоразнообразие это сложная система симбиозов и защиты от врагов. Если провести сравнение, то вот так и национальное разнообразие это непростая система отношений. И суверенитет приходится отстаивать иногда терпением, а иногда и решительными действиями. И храм-памятник уже сегодня ставший неотъемлемым символом суверенной Белоруссии и наполненный мощнейшим мощнейшей духовной энергией, дает понятный каждому белорусу посыл, подтвержденный конкретными примерами. Белорусы ходят под Богом и хранят историю в том виде, который она приняла от своих предков с незапамятных времен. В исторической памяти, в которой храм-памятник объединил в вечности наших героических предков и ныне живых людей встает наш народ, умеющий терпеть невзгоды ради своей физической и духовной свободы и не идущий завороженно под волшебную дудочку гамельского крысолова из известной немецкой легенды. И поскольку сегодняшняя воскресная проповедь немного вышла из заданного жанра, чтобы хоть как-то скорректировать положение в качестве эпилога, позволю себе вновь и вновь вернуться к столь любимому мною Иоанну Кронштадтскому, его, можно сказать, пророческому наставлению. Послушайте эти слова, дивные слова. Мало ли какое зло бывает у тебя на душе, но не все, что есть в печи на стол мечи, да будет оно одному Богу известно, ведущему все тайное и сокровенное. А людям не показывай всех своих нечистот, не заражай их дыханием сокрытого в тебе зла. Затвори печь, пусть дым зла замрет в тебе. Богу поведай печаль свою, что душа твоя полна зла и жизнь твоя близка к аду, а людям являй лицо светлое, ласковое, что им до твоего безумие. Или же объяви свою болезнь духовнику или другу своему, чтобы они тебя вразумили, наставили, удержали. Подумаем над этими словами. Подумаем, как сохранить все, что имеем, как сохраниться самим и как сохранить нашу синюокую Беларусь. Беларусь.